Эпид-ситуация в Алматы все еще вызывает тревогу. За последние сутки заразились 1558 горожан. А новый штамм опасного заболевания быстро распространяется и среди молодежи. Поэтому европейские страны и Соединенные Штаты начали ставить прививки даже детям. Неравнодушные к происходящему общественные деятели, представители культуры и искусства, а также жители города, на фоне мрачных прогнозов о надвигающейся четвертой волне пандемии призывать соотечественников немедлить с вакцинацией. Роберт Граф собрал авторитетные мнения. По словам поэта и публициста Иржана Алаштугана, мы живем в историческое время, когда нужно проявлять ответственность не только за себя, но и за подрастающее поколение. Ведь только от нашего сегодняшнего выбора будет зависеть их будущее. Хотелось бы призвать всех своих соотечественников, всех казахстанцев пройти в вакцинацию, потому что с этим связано наше будущее, будущее наших детей, будущее наше потомство всей страны. Отставая по темпам вакцинирования, Казахстан рискует надолго остаться в красной зоне. Поэтому член общественного совета Алматы Бекнур Кисиков уверен, сейчас нужно предельно наращивать темпы массовой иммунизации населения. В конце концов, у всех есть родственники, есть дети, здесь взрослые люди. Мы не должны людей подвергать какому-то риску, поэтому вакцинация сегодня служит хоть каким-то щитом, хоть какой-то гарантией того, что люди не заболеют сильно. Как известно, современное поколение неохотно задумывается о своем здоровье. Руководитель молодежного центра Алматы уверен, такие мысли – это минусы молодости. Главное – вовремя проявить сознательность, особенно в такое сложное время. Я призываю всю молодежь, всех жителей нашего города пройти вакцинацию, так как считаю, что это предельно необходимо для каждого из нас, так как вакцинация защитит каждого человека, всех наших близких, окружающих людей от летальных исходов. Благо большинство жителей мегаполиса твердо верят в панацею от коронавируса. Они убеждены, что пандемия отступит лишь тогда, когда будет достигнут коллективный иммунитет. Я за вакцинацию молодежи. Молодые люди могут переносить новый штамм вируса, не болея, но при этом заражая других. Поэтому нужно беречь себя и окружающих. Если родители соглашаются, то, конечно, нужно защитить ребенка. Вся ответственность лежит на родителях, и поэтому они должны принимать решения. Подчинение дисциплине не есть рабство. Так сказал в свое время народный герой Казахстана, писатель Бауэржан Мамушулы. Сегодня эти слова как никогда актуальны. Мы должны быть ответственны за свой выбор, который повлияет не только на наше будущее, но и на будущее наших потомков. Роберт Граф, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.